Привет! Сегодня мы приготовим пирожный макарон с очень необычным вкусом, со вкусом черного трюфеля. Трюфель обладает очень оригинальным, ни на что не похожим и ярким вкусом. Он не всем нравится, но нет людей, которые к нему равнодушны. Он или очень нравится, или очень не нравится. Для того, чтобы добиться нам вкуса трюфеля, мы будем использовать трюфельное масло. Купить его можно либо в интернете, либо на Драгомиловском рынке. Маленькая заметка для тех, кто считает, что пирожный макарон или макарон это одно и то же. А еще хуже тем, кто считает, что правильно говорить не макарон, а макарун. Макарун это совершенно другое пирожное. Прогуглите. У нас на канале уже есть два видео, где мы готовим макарон шоколадный и какой-то там еще. Вот в первом видео, который какой-то там еще, мы очень подробно рассказываем про весь процесс приготовления. Сейчас я на этом останавливаться не буду. Если вы это делаете в первый раз, пересмотрите лучше то видео. Вот. Поехали. Значит, в первую очередь нам нужно просеять сахарную пудру. Ой, а это не сахарная пудра. Ну ладно, тогда вывалим сюда муку, раз мы уже ее насыпали. Мука у меня, я ее делаю сама, она у меня очень тонкая. Ой, не тонкая, а мелкая. И поэтому я ее больше через сито не пропускаю. Вот. А вот сахарную пудру пропустить через сито принципиально важно. И венчиком просто все это перемешиваю. Добавляю сюда белки. Они у меня никакие не состаренные, никакие не комнатные температуры. Я это делаю по-разному. Либо они у меня, если уже есть, каких-то других десертов остались белки, я их просто использую. Но специально я ничего не состариваю для макарон. И вот такой вот плотный комок у нас получается. И мы его откладываем в сторону. А теперь готовим сироп и взбиваем белки. Значит, в ковшу с сахарным песком мы заливаем воду и отправляем на плиту закипать до температуры 118 градусов. И пока будет у нас готовиться сироп, нужно взбивать до пышных стоячих пиков белок. Белки взбиты и теперь тонкой стройкой мы вливаем сюда сахарный сироп. И увеличиваем скорость миксера до максимума. Меренга взбита до устойчивых таких вот клювиков. И теперь мы сюда перекидываем наш миндально-белочно-сахарно-пудрный комок. Не имеет значения, что во что вы ведете. Меренгу в эту пасту или пасту в меренгу. Масса перемешана, и я добавляю сюда черный краситель. Так как у нас макарон с черным трюфелем. Вот посмотрите, я не буду до конца перемешивать, потому что черный трюфель внутри белый. Вот посмотрите на картинку. Видите, он такой вот с точками там. Мы его вот таким вот мраморным оставим. И теперь мы перекладываем нашу массу в кондитерский мешок. Несколько раз нам нужно подбросить поднос, для того, чтобы лишний воздух вышел из наших макарон. И оставляем их сушиться, чтобы пальчик перестал прилипать к поверхности. Поверхность макарон подсохла, пальчик не прилипает, и мы отправляем в духовку. Предварительно разогреть нужную духовку на 230 градусов. Затем мы выключаем ее, ставим туда поднос и закрываем. И примерно через 20 минут макароны будут готовы. А теперь нам нужно приготовить начинку для наших макарон. Для этого в растопленный темный шоколад, он у меня уже здесь готовый, я наливаю масло черного трюфеля. И перемешиваем все. Переливаем это в кондитерский мешок. И кондитерский мешок нам надо будет убрать в холодильник. До тех пор, пока вы не увидите, что ганаш уже затвердела. И стал той консистенцией, которую уже можно отсаживать на макарон, и она никуда не потечет. Вот посмотрите, какие замечательные, невероятно красивые макароны у нас получились. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА